Выживают детей из подвала. Суд проиграли, да, юридически они правы. Тут я даже спорить не собираю суд, есть суд. Но чисто по-человечески они не правы. А кто не прав? Тот, кто выгнал детей из клуба «Волна». Поводом для этого собрания стала судьба детского хоккейного клуба. Юные спортсмены занимались на местном корте, на тренировке переодевались в подвальном помещении жилого дома. Решением суда раздевалка была признана опасным объектом, а право распоряжаться ей перешло к жильцам дома. Вы к себе в квартиру пустите? По уборке. Кого убирается, герой смыслит. Это то же самое. Это то же самое. Да нет, мы, наверное, чуть-чуть. Корд пользуется популярностью у юных спортсменов. Летом футбол, зимой хоккей. Содержится площадка за счет бюджетных средств. Однако теперь, после того, как раздевалку у спортсменов забрали, судьба корда тоже оказалась под вопросом. На данный момент руководство города перестает финансировать вот этот данный корд, который, ну, как бы, уже, я не знаю, я живу здесь с 81-го года, ну, когда родился, грубо говоря, вот в этом доме. И постоянно этот корд здесь находился. В данный момент, просто вот посмотрите, что сейчас с ним происходит, и, как бы, деньги, сказали, выделять не будут, пока не найдут раздевалку. Раздевалка находилась в доме номер 57, ну, где-то лет 15, насколько я помню. И жители в лице Сундуковой, насколько я знаю, там еще управдома, ее каким-то образом высудили просто у детей. Судебное заседание, о котором идет речь, состоялось в декабре прошлого года. Тогда работники юстиции рассмотрели дело прямо на месте, в помещении раздевалки хоккейного клуба «Волна». Юстицией выступила жительница дома 57 Наталья Сундукова, владелица комиссионного магазина, который находится через стенку от детской раздевалки. Основными аргументами были шумное поведение детей и расходы воды для заливки корта. Кроме того, юстиция настаивала, что общедомовым имуществом должны распоряжаться собственники квартир. Суд ходатайство удовлетворил ответчиков и истцов по встречному иску их представителя. По словам представителей Ермака, корт в 10-м микрорайоне был третьим в очереди на капитальный ремонт спортивных объектов. Возможно, если бы администрация, родители и Ермак обратили бы внимание на проблему раньше, то решение суда могло бы быть другим. Хотя к диалогу собственники все равно не готовы. Диалог был, но вот это самое главное, с чего нужно начинать. Наталья Сундукова, которая выиграла суд, на собрании не присутствовала, хотя и находилась неподалеку. На появление съемочной группы отреагировала весьма бурно. Заливать мы не дадим, свет мы в этом году тоже не дадим. А как вот этот стоит подвал, так и будет стоять. Что будет в этом подвале, я не могу сказать. У меня 286 собственников. Сейчас администрация города Ермака пообещали выделить средства на содержание раздевалки. Вот только цену теперь установят собственники. А пока проблема остается неразрешенной. В данный момент жители собирают подписи для обращения к мэру района. Возможно, здесь они найдут решение вопроса. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время.